...в помещениях, квартирах, какая часть лежала в Псевбурге, какая часть лежала в Москве. После какого-то долгого времени собрался нынешний критик в библиотеке, было принято такое решение начать развиртуализироваться. До этого одна из участников вела группу ВКонтакте, фем-инфотека, и там делилась различными феминистскими новостями. Но как про таковые выучки, там не было особо никакой информации. Мы решили начать попытаться сделать библиотеку в каком-то физическом пространстве. Мы нашли помещение, нам предложили помещение в очень дружеском петербургском проекте «Открытое пространство». «Открытое пространство» — это такое место, которым могут пользоваться очень разные активисты и делают там свои различные мероприятия. Чем мы тоже, собственно, пользовались? Они нам предложили занять небольшую комнату, в которой мы поставили сцеллажи и попытались наши книги организовать каким-то разделом. То есть перед нами мы как бы не имели никого раньше опыта никаких библиотечных проектов введений, и тем более никаких инфраструктурных проектов, многоиграющих проектов. В основном все активисты делали какие-то акции единовременные. А это вот был такой первый шаг к какому-то более устойчивому инфраструктурному проекту. В общем, наш коллектив состоит из шести человек, идентифицирующих меня как женщины, феминистки, квир, женщины. В общем, еще я заплатила несколько картинок. В общем, да, это графизм нашего открытия. Эта дочь одной из наших участниц разрезает почетную лесточку в этой маленькой комнате. После того, как мы открылись, 9 марта прошлого года, нам стали поступать, помимо тех книг, что у нас уже были, нам стали поступать очень большие и разные места донейшены. То есть наша коллекция состоит, наверное, процентов на 40 из того, что у нас было изначально, и весь остальной процент – это поступающие донейшены от различных организаций, активисток, из личных библиотек, от различных магазинов. И есть какой-то еще процент, который мы закупаем сами, но так как изначально мы открывали без какого-либо бюджета, пока это у нас небольшой процент тех функций, которые мы действительно купили из новых. В общем, сейчас в нашей библиотеке насчитывается примерно 200 наименований различных изденов, то есть материал сам издат. Около 200 наименований книг, организованных по разделам, таким как тендерные исследования, активизм, хер-стори, квир-теория, феминистская теория, художественная литература и даже анархизм. Также у нас есть раздел с детской литературой и различные литературы на иностранных языках. Также периодические издания, около 90 штук, различные буклеты, коллекция стикеров, листовок и так далее. То есть мы, в принципе, собираем очень отличные по характеру и по формату издания. Хотелось бы немножко поговорить про коллекцию зенов, потому что если с книгами как-то все более-менее понятно, то вот с зенами. Зенов вообще появляется у нас из разных источников, начиная от подаренных, купленных на различных фестивалях, полученных в различных проектах, сделанных самостоятельно, изданных. Мы как-то вот недавно предприняли попытку, то есть у нас очень большая коллекция зенов, около 200 штук, и они все стояли в однокоробке. Мы предприняли попытку организовать их каким-либо образом. И вот здесь с книгами все гораздо более понятно происходит, в этом плане это с зенами не всегда, потому что зены могут быть личными манифестами, они могут быть переводами каких-то текстов, они могут быть инструкцией к пользованию какими-то вещами. То есть с зенами у нас получилась пока вот... несколько категорий, вот еще было выявлено в этом процессе список различных зенов с постсоветского пространства, таких как Заботная любовь, Вьет Систерс, различные зены из Казахстана, Бишкека, различных регионов России точно так же. В общем, сейчас я вам покажу несколько вкладок с зенами. Вот, например, у нас был подраздел зенами про самозащиту. Здесь есть как и различные иностранные издания в основном, так вот последний переведенный ЗИН, Ladies Fight Back, то есть это феминистский зен про самозащиту от разных видов насилия, таких как физическое, эмоциональное, финансовое, в общем, различные стратегии мемописные. Он был переведен на русский язык, кажется, позапрошен в году, и мы делали его презентацию тоже в наших рамках феминфотеки. Вот так выглядит Ladies Fight Back изнутри, это копия, первая копия зенов, остальные нами вручную. Также несколько зенов выделили в такую категорию, как справляться с различным абьюзом и оскорблением, и какие стратегии есть в нашем фемийском сообществе, чтобы помогать справляться друг другу с абьюзами, нападениями, не пробегая, например, к использованию правоохранительных органов. Вот, например, ДИН сообществе поддержка предлагает несколько стратегий, какие можно пользоваться именно в наших горизонтальных, феминистских, дружеских коллективах. Также есть очень много различных переводов по феминистской теории, по гендерной теории, из книг и различных публикаций. Также есть очень большое количество разных инструкций и пособий. Например, есть пособия по консенту, как осуществлять консент в феминистских сообществах, как осуществлять консент в жизни, то есть практику согласия перед тем, как вступать в какие-либо отношения. Также есть вот такой подраздел «Диайвай здоровья». Там у нас представлены ЗИНы по гинекологии, по различной медицине, по способам сохранения своего физического здоровья. Различные комиссии про сексуальность, например, разряд вон, входящие, свободная любовь. Также есть небольшой раздел от различных художественных книг, художественных таких Зинов и буклетов, где различные художницы просто представляют свои работы. И различные комиксы, списки ЗИНы, то есть миллион вообще всяких Зинов на разной тематике. Книги у нас расставлены по каким разделам, как феминистская теория, квир-теория, есть раздел «Искусство», где мы собираем каталоги выставок, в том числе там есть и «Искусство и феминизм», которое проходило, кажется, полтора года назад. Также «Кухня», в которой участвовала Едино, в том числе и различные английские приборщицы и авторки. Перед нами в рамках... То есть мы существуем уже год, и мы осуществляем выдачу книг людям, и не прося у них ничего в замене, никаких денег, никаких гарантий, кроме сотового телефона, номера сотового телефона. И мы выдаем книги на таких достаточно свободных условиях. Приходят разные очень люди, от активисток до каких-то исследователей, с которых хотят взять какие-то материалы, посчитать. Но, конечно, что очень радует, что не так много именно наших знакомых и подруг ходит к нам, а больше незнакомых людей. То есть мы, когда открывали библиотеку, думали, что все, вот ходить одни наши подружки, и, типа, те, кто, с кем мы туслимся, но получилось все несколько иначе. Вот сейчас перед нами стоит очень много вопросов. Например, нужно ли нам расширять помещение, и что для нас значит. Что для нашего коллектива будет значить то, если мы возьмем свое собственное помещение, пытаемся какие-то денежные средства привлечь в этот проект, и все может измениться. То есть пока эти вопросы остаются нерешенными, и мы на такой стадии развития, когда нам нужно решить в плане инфраструктуры, финансов, очень много вопросов. Но пока мы вообще очень рады, что у нас есть такая возможность, что у нас есть читательница, которая приходит к нам регулярно каждый понедельник, каждую среду и пятницу, приносит книги и дарит нам книги. И что у нас есть вокруг нас такое сообщество, с которым мы можем делиться своими навыками и умениями. Вот, наверное, у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, то я... То есть вы находились в Петербурге? Да, мы находимся в Петербурге, в центре города, вот в открытом пространстве у нас небольшая комната, и мы проводим все мероприятие тоже там. Вот. Если вы хотите помочь каким-то образом библиотеке, то вы можете, если вы приедете в Петербург, возможно, оставить деньги в нашей коробке для донейшена, или помочь открытому пространству, вы можете подарить там книжек, если... Или если вы хотите провести какое-то мероприятие на феминистскую тематику, мы можем помочь с его организацией от феминистской библиотеки. То есть мы, в принципе, открыты ко всему всякому сотрудничеству и очень ждем. Да. А вы не планируете переходить еще в диджитал формат, то есть как бы ехать... Ну, это действительно довольно нужная вещь и довольно, скажем так... Ну, скажем так, это популярно в академической среде, гендерная критика, или гендерная критика. Ну, понимаю, да. И не планируется ли это все сканировать и выкладывать куда-то? Да хотя бы в тот же самый друг. Да, в общем, переход с... Переход в чертежный формат связан с авторскими правами очень сильно. Поэтому мы... Пока у нас нет ресурсов, будем сканировать большое количество книг и выкладывать их, потому что нужно улаживать эти вопросы с правообладателями. Но есть... А зачем мы улаживать? Насколько я знаю, если у вас есть неавторизованные переводы, которые не получены права, то да, вы действительно не имеете права. Но если это опубликованная книга, то вы ничего не скупились. В общем, да, это вопрос тоже не совсем пояснён. Но пока мы начинаем сканировать Зины с разрешения авторов и пытаемся получить просто разрешение авторов на сканирование и выкладывание Зинов. Достаточно, которых ещё нет в открытом доступе. А пока у нас, в принципе, набралось несколько гигабайт и в ближайшем будущем планируем его тоже отсортировать и начать выкладывать PDF-версии Зинов. Скоррекции Зинов. Ну, в наше сообщество, не знаю, возможно, у нас одинаково. А сайта нету, да? Сайта у нас пока нет, к сожалению. У нас есть только... То есть мы существуем ещё виртуально, только в Фейсбуке, в качестве страницы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вот, фема-льпотека. Если... Вот. Спасибо. Спасибо. Спасибо.